Андрюха, что с тобой, Андрюха? Все в порядке, я лежащий полицейский. Ну что, подъезжаем на локацию? Да, едем мы тут мимо Кубинки, Можайки. А там уже пионер-герой летует. Сейчас потом посмотрим. Трактор, пиктория, еще кто-то. О, полиция. Жильбрафа была. Вот ждется еду. А вы такие. Да не, а он... А он такой. Он просто его в хозмагазин привез. А, понятно. Мы даже в Ягиторию позвонили. А может быть водитель, 226, 370, 59, 80. И спросить, что же он делал. В этот день, в этом месте. Поезд трогается, смотрите. Курюбан, отдай камеру. Да, все для вас. О, здорово. Что-то много уже нас. Вот смотрите, стоит. Сотрудники полиции стоят. И все равно. Особо одаренные. Хотят заехать. Он сдается. Беги, беги. А то сейчас у тебя сотрудники ГИБДДУ. Где они, кстати? Так что вроде ехали к нам. А то приедут и оформят. Все, сдался. Прошло 10 минут после моего звонка в дежурную часть ДПС. Я спросил, что происходит, почему не едет машина уже больше часа. Карточку они получили. И вот мы сейчас на горизонте на стопоре видим синий-красный бегалки впервые за этот час. Кто ездит, ездит, кто никого. У меня есть подозрение, что это к нам наконец-то вот сюда вот по полу этих вот двух, можно сказать, слепошарных водителей. Соответственно, мы как средство массовой информации имеем право что-то иммигалку-то выключили, а лё? Спрячется, спрячется от нас. Имеем право задать вопросы. Я воспользуюсь своим правом подозрения в дежурную часть точнее прохождения карточки. Это такая как это происходит? Когда вы зайдете в полицию или 112, заводится карточка информационная, она дальше придется по ведомству. Там 0102-03 где есть адрес, суть события, номера машин, номера пострадашек, если они есть. и, соответственно, по ним уже реагируют. Ну, по Кубинке, видите, час не ехали уже. Вот только Пепсик прислали, Пепсик, ППСник. Да они мимо проезжали, оказывается. А, даже мимо проезжали, ага. И через проявили инициативу и вот задержали. То есть целый час у нас ДПС-ЗАУ едет, а тут ехать, ребят, 5 минут, меньше. Это меньше какое-то. С мигалки еще быстрее мы ждали. Посмотрим, сейчас есть вот на этот интервал они не проедут сюда, я еще раз дежурка позвоню. У меня есть номера. У всех есть номера. Кстати, номер, знаешь, кто нашел? Яндекс-карту открываю, прямо оба ДПС. Чпык, там телефоны. Открываешь, там дежурная часть. Все, по первой звоню. Он меня забит в телефоне, как ДПС-Дежурка 2. Здесь еще первый. Ну, вот и проверим, работает ли прецедент одного телефонного звонка. На самом деле, я могу сказать, знаешь, что? То, что, на самом деле, я могу сказать, что Можайское ОВД отрабатывает, на удивление, прям реально очень хорошо, потому что сколько уже раз, сколько уже роликов есть, что ППС машина просто едет мимо, им помашешь рукой, скажет, типа, ребят, нам нужна помощь. Они, блин, я не помню, ни разу, да, за последний месяц, чтобы они проехали, уехали мимо, они все разворачиваются, подъезжают и помогают, решают вопрос. ППС вообще вопрос ноль здесь, да? Вообще, и вот один из последних роликов у меня, он тут носился, через вареную сплошную разворачивается, он бегает за ними, прям, тормозит, все, он реально, вот отрабатывает, прям, красавчики. Лайкосик ребятам. Машина двигается, поток, смотри. Демсы. Вот сдалеке, сдалеке мигалочка, они там просто стоят. сейчас вот так разная машина, с грузовиком. Да, я вижу, вижу. Они не едут к нам, ты можешь туда кому-нибудь сходить, кто молодой и быстро, сходите туда, поснимайте. Я уже хотел, да. Ну вот, увидели мы сотрудников, думали они к нам, а они не к нам. Еще что-то, мнут. Здрасте. Что номера там? Машина, аннулирован учет. А, что вдруг? Ну, пока не узнал, так, учет аннулирован, сейчас будет отзывать номера и доставлять машину, вместе с владельцем, в батарею. Пока что нас попросили подбить понятыми при излятии номера. Да, мы с удовольствием. Как всегда, в общем-то. Это наше любимое занятие. Помешаем сегодня. Что-то за отвертка такая. Помощнее нету. Так, есть квадрат. Какая-то с отверткой у меня. Звездочка. Помощнее было. Что было? Ну, что было. Пытался инспектор, хотел, спрашивал отвертку, чтобы снять номера. Оказывается, у водителя есть шестигранит, ну, звездочка, которую нужно. Ну, взял, достался, снял. Без проблем. Побыстрее домой захотелось? Да. Снимает, как скажете. Машинка ехала 110 по Рябиновой. Номера были в розыске. Здесь вот инспектора догнали, сняли, пересняли номера. Сейчас будет эвакуаться специально обычные люди не стоят на учет. Машинки гоняют, нарушают, никуда им штрафы не приходят. первый раз от 500 до 1000 по вам там рублей штраф за то, что не поставил на учет. и второй раз, вот, соответственно, можно доиграться вот таким образом. Водитель заявляет, что у него документов с собой нет, поэтому машинку выводят на штрафстоянку и, соответственно, как он ее будет забирать со штрафстоянки, тоже не очень понятно, потому что она без номеров, но, видимо, также на эвакуаторе. Зато может приехать, нечаянно найти документы в багажнике или там в кармане, приехать сразу на штрафстоянку, заплатить, конечно же, за эвакуацию, штраф заплатить и опять нарушать, пока не сработает система. Кстати, его именно по камерам вычислили, передали патрулю и патруль уже задержал. Поймите, я не то, что не хочу, я, ну, вы же видите, я ни с чем не спорил, потому что, как бы... А все спорить-то? Ну, я дурю, что... Ну, сейчас мне надо реально уехать. Ну, не то, что я не буду, не хочу с вами ехать. Ну, не могу, честно. Давайте, ну, я же труду за ней все равно, и тогда, пожалуйста, как вы надо, напишите все. Ну, а как я у вас там, не думаю, это, с них параулик, когда вы выходите с ней набирать? Ну, что придете завтра, а может, через год придете? Да. Через год, ничего. Ну, мало ли? Нет. Я же не знаю, когда я прибегусь. Сейчас просто не могу. Повидеть не могу. Я ждал, ну, как-то ждал, ну, как-то, потерял, да, я согласен, что по моей вине, но сейчас уже не могу, честно. Я бы сказал, что вы тогда будете здесь выписывать, понимаете, протокол. Мы будем здесь, когда вы выписываете. Сейчас будет, будем, что-то, что-то из компьютеров, он мне будет присылать, мы будем время ставить, такое-то, такое-то время. Все будет то же самое, там на компьютере, все будет быстрее, намного и не будет. Будет скучно приезжать? Да. Все. А вот, друзья, такие хитрожопые водители, у которых 310 лошадиных сил, и которые, естественно, не хотят ставить на учет машины, чтобы не платить безумные деньги и налогов. Ну, и плюс, можно кататься с нарушением, не платить штрафы. Но карма-то, карма. Вот, пожалуйста, оформили, увезли машину на штрафстоянку, ну, и плюс еще, он будет долго все выковыривать ее оттуда, заплатит еще штрафы, за эвакуацию заплатит. В общем, не нарушайте правила дорожного движения. Да, Максим? Конечно. Соответственно, все будет хорошо. Покупайте скромнее машины, а если есть деньги, конечно, можно и не скромнее покупать, но все по закону делайте. И подписывайтесь на канал, всем привет. Макс, без предела нет. И канал движения, если вы не подписались, да необычно, обязательно подпишитесь. Кстати говоря, кто не знает по статистике, только 40-50% смотрящих ролики подписаны. Поэтому, ребята, ваша подписка очень много значит для любого канала, абсолютно. Поэтому подпишитесь, вам не сложно, нам приятно, нам видно, что вы нас поддерживаете, что вы нас смотрите, мы хотя бы знаем, кто нас смотрит. Потому что по большей части те 60%, которые смотрят без подписки, для нас это ноунеймы. А так мы вас знаем, вы нас знаете. И любим вас. Поэтому нажмите кнопочку подписаться, она рядом. но вот тем временем и сюда у нас добралась полиция. Кто приехал, Макс? Приехал наш знакомый сотрудник ГИБДД, зовут его Никита, тот самый, сейчас вот я надеюсь, Орел вставит кусочек того ролика, где именно этот сотрудник оформлял по 19,3 водителя, который заехал на тротуар. Он ехал мимо, увидел нарушение и сразу же моментально отреагировал, подъехал, остановил, задержал для составления админматериала. Водитель отказывался передавать документы, тот составил 19,3. Я считаю, это все было предельно в рамках закона. И, в принципе, инспектор просто красавчик, лучший, поэтому вот сейчас... СЗО. Да, СЗО. Сейчас пойдем просто поздороваемся, посмотрим, что он творит сегодня. В хорошем смысле творит. Добро творит, наверняка. Ничего не нарушают. Нормально, едут по тротуару. Это называется «Красивая подводка». Да, говорит, проведом. А, ведь крякнуть и подойти. Григорий, как всегда, влезает в кадр так, чтобы мне не было ничего. Так, сейчас двинется, наверное. Оп. Сдвигаемся. И вот тут у нас и началась Светомбурская, граждане. Дискотека. Ах, вот дискотека. Долго ждали, два часа ждали. Ради вот этого товарища. Ты здесь не при чем? Я ради вот этого товарища. Дяки, тори, сегодня у нас негативный герой. Ждем. Затроник в полицию, водитель доставки суши. Так себе рекламка для Икина Тори, так себе. Продолжение следует... Кто первый был? Кто первый был, Гриш? Кто первый был из них? Вот этот, наверное. Он стоял или ехал? Нет. Он первый. Он стоял или ехал? Ехал. Этот гражданин тоже стоял или ехал? Ехал. Ну да, все так и было. Спасибо сотрудникам ОВД Можайский, которые приехали сюда. Два часа держали, так сказать, оборону. Насовредили, чтобы нарушителей никуда не свалили. Но ДПС, которых мы жили два часа, ну, не знаю, у них была своя задача. Недалеко оформляли машину, которая была угнана. Спаслись, что-то машина от угона. Что будет? Ну, сейчас они будут оформлять все. Все эти же машинки. По езде по тротуару. По два часа потел каждый водитель. Наверное, больше так они ездить не будут. Ну вот, нарушитель с протокольчиком возвращается в свою машинку. Спасибо. Что, больше не будете нарушать? Вам нужно применить закон о незаконном задержании. А, вы примените, конечно, напишите заявление, сюда же вы ходите. Вам надо применить закон о незаконном задержании. Да напишите заявление, что же вы сците-то, ну. А что, ременьки на стекле? Ну, в общем, закон о незаконном задержании, удержании не применяется. Незаконное задержание транспортного... Да напиши заявление, что ж ты сцишь-то, а? Напишу. Заявление напиши. Ну, напиши. Не сцит только, а напиши. Незаконное задержание начинается. Гондоны катаются по тротуару, а потом еще выпендриваются тут. Совсем уже охренели. Еще что-то выпендриваются сидит. Извинился и свалил отсюда. По-быстрому. Куда ты, в какую сторону поехал? Дядь, когда трубчат скорость, залем. Тут машин много. Мало было, но... Зато огненно. Огненно, ты имеешь в виду, что были какие-то горячие события? Круто, круто было сегодня. Я понял. На сфере, вот полиция тоже приехала. Да. Полиция уже приехала в ДПС. А мы заканчиваем наш рейд. Ну, мы сегодня заканчиваем наш рейд. И это был Сергей Сережа. И всем пока-пока. И ставьте пальчики вверх. И подписывайтесь на канал. Ссылочка на колокольчик. Нажимайте. И всем пока-пока. И не пропустите это видео. А лучше и следующий не пропустить. Да. В следующем выпуске еще круче будет. Ну, посмотрим. Осталось ждать, ну, догад. Это будет тут же. А может, и здесь, может, и другом. Ну, или на обочине. Или на Грише на улице. Или на встречке. Но будет интересно? Да. Отлично. Да. А что это здесь вы все делаете? Они не пройдут по тротуару. А пешеходы? Пропустят. Понятно. Все. Не будете нарушать больше? Да, спасибо. Все готовы. Мы еще минут пять подежурим. Если никто не брал. Не писать, что здесь в карпальный столбе никто не есть. Меньше проблем было бы у вас и у нас. Лично я считаю, что туда подъезжать можно. Но в случае лета тысячи детей, если у нас разрушают, то, что эти столбики здесь не консируются. А через зелу займут в одни опады. Поэтому здесь надо познать, возможно, знать жилая зона. И мы поднимем камеру, чтобы работа полиции в этом месте. Чтобы почаще перейти проводить. Только совсем перейти. Все настоятельно. Все они какие-то недовольные. Понятно. Что тут довольны за будет? Нет, нет. Мы просто терзьте. За три часа. Вот это проблема. Это не наша вина. Это вы так долго едете. Ничего не знаю. Наша полиция здесь, а? У меня есть право задерживать. Я же имею право идти по улице. У меня вдруг очень сильно. За часа с нога прямо немело. Я стою. Ничего, отпазать от этого танка китайского? Нет? Я буду стоять. Ну, нога не имею, что делать. Полтора часа стоит. А вот вы едете. Вы довольны? Спасибо. Да, слева. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Главное, что и вы будете довольны. Но мы еще даже не успели отойти. Сотрудник полиции не успел уехать. И тут бац, вторая смена. Мужчина, мужчина! Десять секунд назад. Десять секунд назад уехал сотрудник полиции, который оформлял. Я видел. Ну, так а зачем вы едете по тротуару-то? Сейчас опять на вас вызовем полицию. Будет вас оформлять три часа. Зачем вам это надо? То есть поставили во двор без нарушений. Не надо по тротуару кататься. Мы все время стояли, к магазину подъедем. По тротуару не надо кататься. Здесь есть подтвержденная информация от префектуры, от сотрудников ГИБДД, ЗАО города Москвы, что здесь не парковка. Вот не знак, у него ничего нет. По тротуару какой знак вы хотите? У вас есть звездение, листик и бордурный камень? Маленький. Поехали. Скорее выезжайте. А потом сейчас офермируют, а три часа будете здесь потерять. Скрывайтесь, чтобы мы вас здесь не видели. Субтитры сделал DimaTorzok